Мои друзья запустили бокс-кейтеринг, и все так сразу, а да, мы знаем. Порядка там 500 тысяч долларов. Да, да, и даже больше. Какой, например, оборот был компанией там хотя бы в прошлом году? Порядка, наверное, 30 миллионов. Задумка первоначально была даже не про кейтеринг и не про коробки. Евгений Чайка, наш шеф-повар. А сколько вообще кухня занимает в отрасли? 250. Какое заказовое состояние выполнить в день? Там на 4 тысячи было обслуживание обедами, ну вот ушло 4 тысячи. Просто на роде они называются гробы. Тут будете вы, если откроете такой бизнес. Да, тут уже шпажки на ней живут. Шпажки – это наш чемпион с точки зрения продаж. Увидев сегодняшние масштабы, я, честно говоря, в шоке. Я всем рекомендую открывать такой бизнес. 55% сразу же себе в карман, правильно? Вот, считайте машины. Ну что, друзья, всем привет! У нас сегодня новый выпуск на канале, и я сегодня решила поработать курьером. Во-первых, курьер – это красиво, но он всегда ходит с красивыми сумками. Во-вторых, курьер – это нужная вещь, потому что его всегда все ждут, и он нахрен опаздывает. Ну и вообще курьер – это мечта моей молодости. А поскольку молодость закончилась, нужно мечты осуществлять. На самом деле, сегодня у нас будет очень классная с вами встреча с крутой компанией. 17 ноября прогремел день рождения моей старшей дочери Алисы. Прогремел, потому что это было громко, потому что это было классное пространство для вечеринок, но там нет еды. И, конечно же, я столкнулась с тем, идти в супермаркет, нарезать это все в боксах, коробочках, заказывать пиццу, которая приезжает обычно холодной, или что-нибудь покреативнее придумать. Итак, я познакомилась с ребятами, которые называются бокс-кейтерингом. Две девушки, Юля и Алана, которые почти три года назад сидели-сидели и вдруг решили, они сделают ли нам что-то классное, они сделают ли нам так, чтобы если люди сделали какую-то вечеринку, и вообще что-то хотели классное себе намутить, а у них не было проблем, где взять еду, а к ним бы приезжала суперкрасивая и вкусная еда. В общем, девчонки так сидели, думали-думали, и в итоге надумали такое, что сегодня вы просто обалдеете, и я вам это обещаю. Потому что уже через несколько минут вы увидите то, чего никогда не ожидали. То, что стоит за маленькой картинкой в Инстаграм, где есть просто картиночки еды, вот мы покупаем, продаем, вы увидите и офигеете, потому что это настоящая фабрика еды, это огромные цели, это крутые девчонки, это крутая огромная команда. В общем, сегодня будет суперинтересно со всеми цифрами, деталями и со всем-всем-всем. Мы с вами сейчас обязательно туда пойдем, но я быстренько доставочку сделаю, денег заработаю. Ну что, друзья, как я вам и обещала, сегодня мы будем знакомиться с компанией бокс-кейтеринг ближе. Это Ирина в SEO-компании, девочки-владелицы живут в Одессе, поэтому Ирина у нас представительная лица. Буду отдаваться за всех сегодня. Ирина, много вопросов, и хочу начать, ну, естественно, с основного, с которого всегда все начинается, это как вообще этот сервис, когда, и как он организовался, почему. Задумка первоначально была даже не про кейтеринг и не про коробки. Была история про кондитерскую, про эклеры, пошли в эту историю, уже там разработали что-то. И потом выяснилось, что это место в Одессе, которое они хотели взять под кондитерскую, там не было мощности, они поехали искать мощности. Так вот потратили прям как бы много денег и всего, и оказалось, пришли к какому-то такому вот не очень понятному продолжению. То есть как будто надо сворачиваться. Как-то появилась идея о том, что можно готовить и доставлять, поскольку у Юли кейтеринговый опыт был, и у Аланы вот как раз идея была что-то такое запустить. И пришли к тому, что попробовать вот еду в коробках. Бухгалтерия прям бухгалтерия? Бухгалтерия прям бухгалтерия, конечно, конечно, потому что продукты. Здесь же очень много всего, здесь же очень много мелких калькуляций. Здравствуйте. Вы прям все деньги считаете? Выбирайте, храните. Здравствуйте. И на счетах. Это как раз место вы прямо, Оля, попали по адресу главного бухгалтера. Я поняла, я по цвету счета, я поняла, что это только у главного бухгалтера и самые важные. Да, это на 1 апреля тут у нас были такие смешные подарки, поэтому бухгалтерии достались счеты, а колл-центру досталась каска, потому что они так иногда бегают, что сбивали тут головами косяки. Шесть бухгалтеров? Да, это не все бухгалтера. У нас есть главный бухгалтер, сегодня приболела она, есть бухгалтер Юля, есть бухгалтер Аня, есть бухгалтер Элла, которая как раз вот считает в меньшей степени деньги, в большей степени продукты, калькулирует. Евгения сейчас вся в работе, она сегодня первый день, у нее сегодня первый день. Ой, Евгения, ну вас поздравляем. Это наш HR менеджер, рекрутер и HR. Здесь место нашего шеф-повара Евгения, он... У него тоже есть место? Да, днем он, как правило, в основном на производстве, но, естественно, у него есть дела, когда он работает с компьютером. Он с самого начала с вами в Киеве? Нет, Женя где-то, наверное, года полтора. А, да, уже прилично. Что они сделали и с какими ресурсами? Потому что, когда запускается бизнес, нужны ресурсы. И это не только ресурсы финансовые, хотя, безусловно, они тоже какие-то нужны, но еще должен быть, да, и определенный опыт, навыки, знания, иначе ты пролетишь в трубу. Тем более, еда кажется очень заманчивым бизнесом, но если ты с этим сталкиваешься, начиная от количества разрешений того, что ты просто можешь кого-то травануть, очень опасно, да, ну и заканчивая массой всяких моментов, о которых просто изначально не думают. Вот какие ресурсы были у девчонок для запуска? Опыт уже в этой работе. То есть Юля занималась кейсерезом, она работала... Да, да, она была сервис-менеджером. В команде был шеф-повар, который абсолютно, ну вот, собственно, как бы его разработки многие до сих пор работают, и они нравятся, и сейчас уже работают. То есть ты на этого шеф-повара забрала из скейтеринга? Да, 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 да. Дальше они сняли вот производство, помещение арендованное, плюс купили оборудование профессиональное. А сколько на это денег потребовалось, вы знаете? Ну вот про Одессу прямо в самом начале, ну это что-то порядка так 60-70 тысяч долларов, насколько вот так я знаю. То есть это ушло на само производство для того, чтобы его запустить? Да, да. А какая вообще маржинальность этой истории? Сколько вы зарабатываете? 60%. 60%? Ну это уже с учетом затрат, или это только по еде? Как вы считаете это маржинальность? Это еда, плюс вот такая всякая штучка сопутка. То есть это чисто продукт сам? Да, 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 да. Ну некоторые еще какие-то расходы мы туда относим. То есть, например, там топливо, на котором это все возится, потому что чем больше доставок, соответственно, то есть то, что называется переменные расходы, входит. Ну даже где-то 45, наверное, это уходит на переменные, вот остается как бы в марже 55, и вот этими 55 надо окупить вот этот штат, аренду, налоги, хоску, в общем, и все. Это предочарование. Люди же смотрят опять. Пятый коробок, 55% себе оставил чистыми, положил. У нас же бизнес считается только так, мы никогда расходы не видим. Так что я всем рекомендую открывать такой бизнес, 55% сразу же себе в карман, правильно? Вот считайте машины и так далее, и так далее. Но только после того, как 80 человек вы заплатили зарплату, премии, бонусы, аренду заплатили, налоги. Вот теперь человек берется и разбивает все розовые мечты. Как-нибудь безвесплатно. Так неинтересно. Всегда первые моменты, которые связаны, ну сделали мы производство, замечательно, теперь это надо как-то и кому-то продавать, потому что существует иллюзия, что он сделал продукты, его сами покупают, но это не так. И тут еще продукты, то есть нужно понимать, сколько ты сегодня продашь, одну коробку продашь или не продашь. Ну да, покупать, не покупать, делать, не делать. А как вот вопрос продаж решался вообще и маркетинга? Как это запускалось? Что начали делать? В первую очередь мы сделали маркетинг, мы сделали бренд, коробку, упаковку и картинку еды, как она вот выглядит, и сайт. И запустили рекламу. Как быстро начали продажи? Прямо сразу же. В Одессе очень хорошо выстрелило, было задействовано и радио. Одесса немножко, ну вообще как бы множко, много чем отличается от Киева. Реклама на радио сработала очень здорово. То есть уже, в принципе, когда продукт запустился, люди были готовы и начали заказывать. Да, да, да. Я еще тогда, не работая в проекте, приехала в Одессу, вообще с абсолютно другими людьми разговаривала. Мои друзья запустили бокс-кейтеринг, и все так сразу, а да, мы знаем, бокс-кейтеринг мы знаем. Так, ну и святая святых вижу. Да, а вот в святую святых уже нужно звать шефа. Да, и нужно одеваться. Такие халатики у вас прям с кнопочками. А как же. Вообще. Подожди, а где же шапочки? Наши прекрасные шапочки, это мое любимое. Ну, конечно, куда без шапочки вообще не интересно. Я в таких халатах всегда рожаю. Всегда? Я на всякий случай вас предупреждаю, чтобы вы были в курсе, что если что-то произойдет, все дело в халате. Это были халаты. Евгений Чайка, наш шеф-ковар, командир. Шеф-ковар, да, это вы так вкусненько все придумываете. Я тоже. Хорошо. Ну, давайте, показывайте нам. Френд-шеф у нас в Одессе, он придумывает, да, а Евгений уже воплощает с командой своей и придумывает какие-то свои еще штуки. Это наш горячий цех. Сколько человек на кухне у вас работает? В одной кухне человек 9-10. Так, что вы делаете сейчас тут? Это на персонал вареную, это на кирожки, паки-бокс, новые запускаются. И курочка. Да, это курочка тоже золотовка на фрайд-чиккинг. Тоже все. Сегодня люди будут есть? Это маринуем, чтобы оно промариновалось, а потом мы его запекаем 5-6 часов в духовке. Ого. Золотовка. Поняла. Это так же самое маринуемое, оно маринуется на фрайд, чтобы было золотом. Поняла. Все. Окей. Так у мужчин на кухне. Ну, в горячем цеху, да, как правило, ребята. Работает. Горячая вывеска на френдер горячий, очень дорожный. То есть мы его маринуем и потом запекаем. Сколько вообще кухня вынимает в воду? 250? Насколько я помню. Где-то так даже. 280 квадратов? Да. Ого. Капец. А сколько вообще всего вот это вот штука в странах? Ну, где-то ближе к 400, там где-то 350. Вот так вот, да. Нормально. Открывайте. Желаем вам удачи. Да, желаем вам удачи. Так, хорошо, давайте пойдем дальше, посмотрим, что тут. Тут я вижу, что это пекут. Кишулики у нас, говорит наш Шипкова. Да, да, да. Программа, собственно, которая позволяет ребятам, помогает видеть заказы. Заказы. Да, да, да. То есть вот они сюда падают, они могут отфильтровать на сегодня, на завтра, на ближайшее время. Собранные, отгруженные, доставленные, закрытые. Могут открыть техкарту здесь. Могут открыть техкарту, и все видят и контрагируют, что у них есть. И уже конечная линейка, это получается сборка. То есть уже на линии сборки, да, уже все. Как вы там говорите, открывайте. Открывайте. Мы продолжаем открывать такой бизнес. Вообще в типом шоточке, какая проблема была вот такая у людей, что быстро сработало это решение? Ну, коробка, ну, еда. Вот что, какая, в чем магия была? Картинка вот того, как это выглядит. Это красиво, это аппетитно. Куда люди это заказывали? Они заказывали и заказывают сейчас в офисы, домой, на события, на дни рождения. Когда человек просто смотрит первый раз, да, ему очень нравится, особенно такая инстаграмная тема, вот у нас из других городов обращаются запустить этот бизнес, им кажется, что это вот еда домой на каждый день. Но это не так. Вот мы уже много раз убедились в том, что событие, в основе всегда лежит событие. Или это день рождения в офисе, или это совет директоров, и дальше, и дальше, и дальше. То есть когда люди не хотят заморачиваться тем, чтобы, да, что-то там делать, и это красивенько, открыл коробочку, и все готово. И главное, что два часа. Человек может позвонить, заказать и через два часа получить еду. Абсолютно. Круто. Да, да, да. Это уже, собственно, выдача. Алена, привет. Здравствуйте. Алена готовит сопутку для того, чтобы ее запаковать потом в боксы. Вот, собственно, уже на выдаче стоят боксы, которые готовы уезжать. Да, 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 да. А считают люди, сколько штук в коробке, если парочку достать? Они заметят. Люди как люди, но Алена точно считает. Ну что, друзья, я решила пройти тест, смогу ли я работать на кухне под руководством Евгения. Евгений, что нужно делать? Для начала нужно надеть перчаточки, чтобы руки не касались уже готовой еде. Пальцы облизывать не надо. Теперь это еще, как это Шаргиня Холлок. Так, что делаем? Открываем. У нас уже есть подготовленный пергамент, который мы укладываем в боксик. Так вот прижимаете его. И все, и выкладываем бургеры в боксик. Это смарт-бокс, следующий черный. С душой, главное. Например, рыбу надо попробовать, свежая или нет. Я положу, а человеку не понравится. Можно что-нибудь выдергивать? Если без одной рыбки придет, ничего страшного. Страшно. Что надо тут? Криминал. Да, теперь аккуратно. Теперь просто вот так вот его. Раз, и влазит. Как бы чуть-чуть прижимать. Как-то как мужчина умеет. Раз, и вылазит. Мне кажется, что раз, и не влазит. Раз, и лезет. Слушай, прям так четко все рассчитано. Так. Ну, можно типа считать, чтобы счет удался. Все, накрываем крышку, и бокс готовый. Ура. Не стой, я могу работать у вас? Да. Укладчик-то. На линии сборки. На линии сборки я уже могу, все. Пальцы не облизывала. Это комната, где находятся наши курьеры, которые доставляют боксы. Они штатные тоже. Да, да, да. Вот это их рабочее место. Они видят здесь же по ноутбуку, какие их доставки ждут. Прям не могу не залезть. Да. Если бы тут был кот мой, он бы точно подложил до его домика. Да, 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 да. Мой таки залазит. Я лягу их наладу. Мы специально их разрабатывали, чтобы было удобно, потому что это вот так загружается. Ага, вот так. Вот так вот ставятся коробочки, одна на другую, и именно так удобно их вынимать. Сколько у вас сумок вообще таких? Ой, ну я их не считала, надо по инвентаризации посмотреть, но штук 15-16 точно есть. Это если какие-то такие небольшие заказы, а если уже они огромные, то уже просто они грузятся? А, если огромные, да, то они уже грузятся в специальные такие еще архивные коробки. Вот они, кстати, где они там на входе стояли тоже, да, и потом уже в большие машины, и уезжают это все уже по другой программе, а с этими сумками ребята ездят на заказы где там, ну, до 10-12 коробок. Понятно. Через сколько сервис вот начал уже активно работать, и какие продажи, например, объем продаж, какой был изначально, вот когда запустились, вы знаете такие данные? Ну, Одесса запускалась порядка, там, 10-15 доставок в день, 2-2-200, вот так вот был средний чек. В Киеве мы запускались уже, конечно, сразу с другого масштаба, уже с других цифр. Сколько запустился сервис в Киеве после того, когда он запустился в Одессе? Меньше, чем через год. В феврале запустился в Одессе, а в декабре запустился уже в Киеве, в 17-го года. Уже был бэкграунд Одессы, правильно? Ну, конечно, да. Сюда приехала одесская команда на запуск. Сама подготовка началась за 3 месяца где-то. Помещение, ремонт, оборудование, поиск поваров, вот, всей команды. Киеве дороже стоил запуск? Конечно, конечно, значительно. Потому что здесь гораздо больше производства. Ну, приблизительно, в 3 раза, наверное. В 3 раза, то есть, если мы говорим, там, 60-70, то здесь стоило порядка, там, 500 тысяч долларов. Да, да, и даже больше. Да, да, да. Такую коробочку сколько вмещается по весу обычной еды? Ну, килограмма 2, так точно. Килограмма 2, вот в такой коробке мы видим. Это вот под десертики я вижу. Да, 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 да. Уже коробочка. Вот, есть маленькие такие коробочки. Коробочное производство еще не думаете запускать? Коробочное производство, хороший вопрос. Конечно, думаем, потому что расход большой, и как только мы пойдем активно во франчайзинг, то коробки будут... Я не исключаю, да, что это будет. Сколько сейчас вы в день продаете коробок, ну, в среднем? Может быть, 100 коробок, например, там, уходить в день, а может и 400. Ну, если у нас там на 4 тысячи было обслуживание обедами, ну, вот, ушло 4 тысячи вот таких смартиков, ой, где они, смартики? Обалдеть, а сколько вы в день можете вообще произвести, какой заказ вы в состоянии выполнить в день вот этих коробок, если получаете какой-то супер заказ? Мы считаем, где-то до полтысячи коробок, это то, что мы попробовали, вот, больших, это то, чему мы прикоснулись точно. То есть 500 коробок в день вы в состоянии сделать? Да, 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 да. Ну, мой шеф с руководителем колл-центра, шеф-повар, я имею в виду, они каждый раз берут на себя новые обязательства. Они говорят, так, сначала они сделали 300, ой, так было тяжело, потом они сделали 400, мы уже это сделали, потом они прикоснулись к 500, а потом уже такие, ну... А вообще, какой вы считаете сейчас? На колл-центре и на отделе продаж разные средние чеки, поэтому я их считаю отдельно, потому что так корректно. У корпоративного заказчика, естественно, он больше? Да, конечно, то есть на колл-центре это порядка 150 долларов, а у девчонок где-то порядка 30 тысяч средний идет. Так, а какая вообще рентабельность вот этой всей истории? Потому что компания достаточно большая, и затрат, я так понимаю, эгэгэй, ну, с учетом всего, потому что сейчас же понятно, все начнут открывать сервис срочно по коробкам, такая выгодная история, вы тут рассказываете, по 500 коробок в день можно продавать, все срочно делаем бизнес на еде, стоим на кухне быстренько. Какая рентабельность вообще этого действия? В сезон такой как бы средний, да, это может быть не очень хороший, там 6-7 процентов, в самый там крутой декабрь это может быть там и 25-30, но в среднем по году где-то на 14, это пока лучшее, на что мы выходили. То есть 14 процентов в рентабельности? Да. Если не секрет, какой, например, оборот был компании, там, хотя бы в прошлом году? Порядка, наверное, 30 миллионов гривен. Порядка 30 миллионов гривен наоборот компании? Ну, прикольно. Так, все-таки это на данный момент сколько сейчас? Два года или три? Киев второй год. Вот мы, собственно, позавчера у нас было два года. О, ну поздравляю вас, 50, почти три, соответственно, понятно. Ну, это, в принципе, очень неплохие такие показатели, учитывая то, что не такая компания. Ну, просто, вы знаете, такая есть штучка, что в Киеве, если бы мы стартовали с маленького, то мы бы маленькие остались. Если ты возьмешь небольшой штат, небольшое оборудование, будешь потихоньку делать, ты не сделаешь бизнес-модель готовности за 2 часа любого количества боксов. Какое-то время у нас сотрудники простаивали, какое-то время мы работали прям сильно в минус. Нужно иметь капитал для того, чтобы развитие большую компанию, нужно иметь капитал для того, чтобы продержаться тогда, когда это развитие идет не так быстро, как хочется. Я так понимаю, что инвестирование идет вообще с каких сторон? Ну, то есть пока вряд ли бизнес в Одессе позволил запустить бизнес здесь. Нет, нет, это чистая инвестиция, которая пришла в Киев, привлечен был инвестор. Привлечен инвестор. То есть есть какой-то партнер, который инвестирует сюда деньги. Когда запустились в Киеве, какие продажи, вот с чего стартовали они в Киеве? Потому что Киев все-таки, несмотря на то, что рынок сильно больше, но это все-таки конкурентная среда. И здесь пусть там не было еды в коробках, но было много другой разной еды и много других ресторанов и так далее, и так далее. С каких здесь цифр стартовали? Два раза больших цифр, чем стартовали в Одессе. Хотя ожидали, конечно, более мощного старта. Маркетинг пошел уже, все, значит, мы уже производство работало первые две недели. Ребята готовили, отрабатывали технологию, и мы рассылали такие маркетинговые доставки подарочные для того, чтобы ознакомить Киев вообще с этим продуктом. Рассылали блогерам, в IT-компании, на площадки, которые проводят мероприятия, потому что продукт очень хорошо ложится на вот такие кофе-паузы, фуршеты, когда у нас конференции, когда это какие-то мероприятия, обучение сотрудников, он там вообще просто на ура проходит. И вот уже у нас официальный запуск, 7 декабря, мы, значит, уже там производство настроили на то, что сейчас повалит, сейчас повалит. И оно повалило, но не так, как мы ожидали, что мы прямо там сейчас засыпемся. И что начали делать? Ну, начали ближе уже рассматривать маркетинг, конечно, там начал как бы ковыряться, что там у них может быть. А мы тем временем начали активно запускать отдел продаж, для того, чтобы мы поняли... А до этого отдела продажи не было? Отдела продаж... То есть вы работали с обходящими заявками, которые у вас были? Собственно, здесь и есть пространство отдела продаж девушки. Помашите ручкой. Это Анастасия, руководитель отдела продаж. Валерия, селс-менеджер. Инна, селс-менеджер. Наталья, селс-менеджер. И Галина. А, то есть 5 человек работают в отделе продаж. Да, да, и еще один в уме. Еще один в уме. У нас есть прекрасная еще Оля, которая умудряется, имея менее чем годовалого ребенка, при этом... Это очень по-женски. А сколько вообще человек в штате? Так, на корпоративе было 45, по-моему. Ого! Да, но это значит больше, да. И плюс в Одессе тоже еще человек 25-30. Ого, то есть у вас работает компания, и на два города получается порядка 80 человек. Порядка 80 человек, да. Это правильно. Хорошо, давайте не будем мешать девушкам. Да, девушки продавайте. Все так говорят, продавайте больше. Ну, основной это сайты и инстаграм, я так понимаю, да, ваши каналы? В Киеве вы вряд ли делали радио. Не припомню сейчас. Мне кажется, что может быть даже что-то делали. Лифты пробовали точно, я помню. Лифты работают? Вообще нет. Ну, ничего не сработало. Ну, лифты это мы точно поняли, потому что мы потом на колл-центре ввели вопрос. Ребята спрашивали, откуда вы у нас узнали. В основном это был инстаграм, интернет, загуглил. Тут обычно у нас висит объявление, что громко не говорите. Мы приветствуем колл-центр. Как у вас тут? Можно? Да. Заходите. Ага, здесь же проходит сейчас по скайпу планирование с Одессой. Вот у нас. Привет, Одесса. Это два директора. Мой директор по маркетингу Оля Светленькая. И Евгения, директор одесского филиала. И вон бухгалтер Лена еще там машет нам руч. Как у вас тут весело. Да, это вообще наша обычная тема. Мы в скайпах практически круглосуточно все время во встречах. А это у вас что такое? А это девчонки приготовились к Новому году. Ого. Как у вас? Все на газете прямо рисуются. Да, вас произвели ибиджи. Мы же там у нас в инстаграме все же про космос. Ага, понятно. Прикольно. Так, все, пока. А вот и каска, о которой я рассказываю. Как вот соприкался отдел продаж? Какая у него задача стояла? Сделали профиль компании, которым может быть интересен этот продукт. И, соответственно, девочки пошли в холодные продажи. Ну, то есть просто как бы назначали встречи, ездили с продуктом, рассказывали, показывали. Когда это начало работать? Седьмое марта это наш день вообще, потому что седьмого марта люди не делают прям корпоративы-корпоративы, они делают посиделки всякие в офисе. И это же вот прям про это, что бюджеты и чары так как бы хранят на седьмое марта, но небольшие. Поэтому седьмого марта к нам приходят все, кого мы уговариваем попробовать наш продукт там целый год, седьмого марта все дружно приходят. Они о вас все вспоминают и все к вам приходят и все идут. Да, 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 да. И тут у нас начинается, конечно, такой вот армагеддон, потому что заявок очень много. Каждый год это экзамен. Так, а тут можно хранить тех, кто плохо себя вел. Да, да, да. Да, эти самые ящички. Можно открыть? Вы знаете, что они так и называются? Да? Да. Просто народе они называются гробы. Тут будете вы, если откроете такой бизнес, у нас денег. Вот так, тут все хранится, да? Проверим, что там не было бедей. Да. Хлеб замороженный, да? Он так хранится? Да, так хранится. А это что такое? Пола фабриката. Это посольство, что такое форма я празднула. О, мамочки. А это еще дальше холодильная камера. Еще холодильная камера. Ну, это же холодильная камера. Ага. Пошли, идем, будем в холодильник. Если смотрели сериал «Кухня», то там, в принципе, это... Холодно. Так. Да, чуть-чуть тоже. А, тут уже нарезано, да, все? Да, 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 это видно, то, что будет. Уже и сюда. Оп. Тут можно так, как в холодильничке. Потихонечку, пока никто не видит, ой, красивый этот бирюзовый пюр, конечно. Он мне не нравится на вкус, он очень нравится на цвет. Очень. Вот он, кстати, вот в этих бургерах очень вкусно, там сочетание идет. Ну, сочетание очень важно, потому что в чистом виде, вот я как-то нелюбительный, потому что цвет у него потрясающий, а ты оставайся тут. Привет, ребята. Кино к вам идет. Да. Так, что у вас тут вкусненько? Да, 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 да. Когда заходишь, сразу хочется что-то лопать. Так. Что вы делаете? Это мы делаем, как всегда, на выбор, с которыми. Ммм. Вкусно. Победите, пожаривайте, мы можем сделать сыр, корролизируем грушку в мюде. Вот, таким образом, в сырок можем грушку и украшаем. Я вам верю, что-то вкусненько, так, тут все разрисовано, расписано, сколько, куда, чего. Да, 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 здесь ребята могут все свои, все подсказки иметь, какой у них, да, чего они, сколько должны взять. Как это должно выглядеть, чтобы все было как в коробочке. Да, да, да. И все красивенько, так. Тут уже шпажки нанизываются. Шпажки – это наш чемпион вообще. Папа, нанизывание шпажек? Нет. Это чемпион, само собой, а вообще шпажки – это наш чемпион с точки зрения продаж. Серьезно. Кто вообще ваши лучшие клиенты? Это все-таки корпоративные клиенты или это физические лица? Вот для вас кто более выгоден? Вы знаете, вот даже в цифрах это ровно пополам. Бывают и такие случаи от недовольных клиентов, которые звонят и говорят, у вас я отравился вашей едой, или она невкусная, или она негативная, или она… Ну, нет, конечно. Какой-то негатив однозначно должен быть? Конечно. Какой негатив? Чем вы сталкиваетесь? Первое время часто сталкивались с опозданием, потому что мы не могли рассчитать время. Вы были недовольны вашей едой? Да, да. То есть вот эти два часа – это серьезный вызов. Вы прекрасно знаете, мы живем в Киеве, и что в Киеве, например, 7 марта происходит на дорогах, да. И если это даже там 40 минут 50 готовится бокс, то за час 10, а еще плюс упаковка, там, погрузил в машину, сейчас мы эти все минуты, у нас это все уже простроено. На одесском масштабе это было не очень заметно, а в Киеве это сразу стало очень заметно. Если у нас очень такие тяжелые загрузочные дни, мы проговариваем, что может быть у вас не там 14-10, а у вас может быть какой-то перерыв 14-14-30. Поскольку у вас есть богатый опыт, да, я хотела вот спросить по поводу все-таки разницы работы в кейтеринге и в ресторанном бизнесе. Сейчас, когда на это все смотришь, да, первая там мысль, которая возникает, ну так откройте ресторан, вы же все равно можете там, да, и сделайте сейчас. И то же самое, когда мы с ресторанами сталкиваемся, то люди, когда думают о том, каким образом они могут смештебироваться и больше продавать, они думают о кейтеринге. В чем вот разница, можно ли эти вещи объединять вообще? Объединять, если и можно, то в очень каких-то узких местах, потому что глобально схоже то, что есть производство, что есть кухня, но бизнес-модели очень разные. В ресторане ты вот прямо здесь и сейчас должен за полчаса отдать уже клиенту и весь бизнес-процесс, все заготовки, все оборудование настроено на это. То здесь мы сразу ориентированы на заказы более масштабные, которые чуть-чуть дольше готовятся, но больше отдаются. И если сейчас вот в эту всю историю вдруг поставить ресторан вот там где-то за стеночкой, да, то сейчас вот этот повар, который будет отдавать ресторанное блюдо, вот он сейчас нарушит, мы не отдадим на 100 тысяч, запорим все свои сроки, да, потому что там будет кто-то один отдавать что-то другое. Все-таки рекомендуете фокусироваться на чем-то одном и под это все выстраивать, правильно? Да, 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 но когда уже думаете про масштабирование, тогда нужно очень внимательно смотреть, потому что идей очень много, там мы в какой-то момент говорим, о, давайте будем еще торты делать на заказ. Маркетинг говорит, ну подождите, если торты на заказ, это другая аудитория, мне нужно по-другому коммуницировать, а годится ли для этого наш сайт, или это должен быть уже какой-то... И сразу поняв, что это отдельная история. Да, 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 то есть можно что-то, конечно, можно делать с энергией на каких-то, на каких-то процессах, но надо понимать, куда оно дальше пойдет. С остальным продуктом люди бывают недовольны? Бывают какие-то такие, я бы сказала, что это больше моменты вкуса, потому что у нас есть очень смешная история, когда утром выпекли круассаны, и эти круассаны разъехались на несколько локаций. И приходят отзывы, один абсолютно восторженный, спасибо за такие свежие, хрустящие круассаны, и второй, ну все было отлично, прекрасно, ну вот ваши круассаны, вы, наверное, их выпекли вчера, они были черствоватые. Вот, и это уже у нас такая притча в языцах. Так, ну поехали. Здесь у нас еще место для хранения, потому что уже очень много всего, вот коробки, собственно, которые еще, да, вот тарелочки, которые мы тоже пакуем в сопутку людям. Ну да, это, кстати, очень удобно, потому что я уже тоже говорила, что вы были у меня на дне рождения, и очень классно, потому что не надо было вообще ничем этим париться. А это кондитерский цех, вот здесь уже выпечка, круассаны вон как раз подходят. Какие маленькие круассанчики, а вырастают какие из них большие. Первый раз вижу круассанчик. В общем, сегодня фабрика работает на круассаны. Класс. А это выглядит сейчас как мороженое. А вот это же вот для этого медовик, да, наверное, это Сереж? Да. Это очень федра. Кто-то тратил много денег. Красанчики. Ну, это туалет персонала. О, ну, такой персонал еще, кстати, туалет, я всегда показываю туалет, потому что туалет, во-первых, мы можем показаться вместе с вами в туалете. Во-вторых, туалет всегда показатель, что персонал любит, потому что красивый туалет. Все, больше не будем показываться вместе. Это наклейки на новогодние. На новогодние. Да, 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 да. Все клады, очень прикольно. Там будут новогодние сеты, и они будут состоять из четырех, из четырех боксов, да. Конечно, очень не новый вопрос, но увидев сегодняшние масштабы, я, честно говоря, в шоке. Потому что, когда я увидела вас изначально в инстаграме, я подумала, что, ну, это очередная какая-то небольшая компания, там, или люди, или, может быть, человек, который там создал бокс-кейтеринг и что-то такое делает. Сегодня это вообще просто, ну, вау, я вижу, что у вас такие масштабы. И я уже сказала за кадром, что, как по мне лично, здесь сильно больше денег, чем мы проговорили это, потому что все это оборудование профессиональное, и каждая кастрюля, зайдите на сайт и посмотрите, сколько стоит, профессиональная кастрюля, нож или ложка, или вилка, или какая-то мешалка. Вопрос, куда вы метите? Наверняка есть какие-то грандиозные планы, потому что иначе я не понимаю, зачем, ну, столько сюда вложено. Во-первых, мы метим в то, чтобы эти мощности использовать на полную катушку. Наша вообще успешность бизнес-модели в том, что коробочки одинаково подходят, как для B2C, когда она может поехать одна или две, и точно так же они прекрасно ложатся на кейтеринговый формат. И вот в этом есть вот залог нашего успеха. Вы уже готовы к франчайзингу или нет? Да. То есть вы уже можете быть интересны, то есть точнее так, к вам уже могут обращаться люди, которым интересен франчайзинг подобный. Но мы, я на самом деле, сейчас все думают, это у нас реклама, но это не реклама, но это классно. Я уверена, что очень многие это увидят и офигеют от того, насколько вообще это круто. Поэтому, если у вас есть интерес, вы можете написать, мы контакты всегда оставляем под видео. Я не буду сейчас спрашивать, сколько стоит и так далее, и так далее, вы сами уже разбираетесь. Да, у нас есть презентация, разработаны две бизнес-модели для разного масштаба городов, для города а-ля Одесса и для города а-ля Киев. Есть два разных формата франшизы, которые уже нами проработаны. Прикольно. Хорошо. Ну и, конечно, я тут всего насмотрелась. Сейчас буду выклянчивать еду. Я хочу попросить разыграть коробочку вашу для подписчиков, которые смотрят-смотрят и думают, я закажу, но завтра. А хочется страшно сегодня. За что мы можем подарить коробочку от вас? Какой-то слоган для нашей компании. Это всегда интересно для развития. Я думаю, что да. Обязательно зайдите, посмотрите, во-первых, Инстаграм, сложите свое мнение. Вот вы бы подумали вообще о том, что это такая большая компания или нет. И давайте на фоне того, что вы увидели, какой-то креативный, прикольный такой месседж, слоган. Может быть веселенький даже, да? Ну да, мы вообще с юмором дружим. И напишите его, пожалуйста, в комментариях. Мы через неделю с Ириной посмотрим. Ирина скажет, вот этот у нас человек победил, и вы в Киеве-Одессе. Уж простите все остальные, да? Или в Киеве, или в Одессе мы отправим, точнее Ирина отправит вам коробочку, а я отправлю вам воздушный поцелуй. Да, да, конечно. Спасибо огромное за эту экскурсию. Спасибо за то, что вы классные. Спасибо за то, что на день рождения своей дочери в этом году я не парилась, куда идти, резать, собирать, открывать эти контейнеры. Потому что мы празднуем в пространствах, не в ресторанах. И это очень удобно, потому что там есть все, кроме еды. И холодная пицца уже немножечко неинтересна, потому что часто такое происходит, когда пицца приехала, она уже замерзла, это зима. В этот раз было очень круто, поэтому я супер рада, что я все-таки к вам добралась и посмотрела вообще, как это все устроено. И это все мега круто и мега масштабно. Поэтому, с моей стороны, могу только пожелать вам удачи и успехов. Очень круто, что, опять-таки, в Украине, в наше нестабильное время, и во всех вот этих вот штуках, которые мы вешаем, как сложно, как тяжело. Есть девчонки, которые однажды собираются, находят возможности и ресурсы. Сейчас, конечно, все тоже будут, ой, если бы у меня было куча денег, скорее всего, вы бы их спустили в трубу. Очень круто, что их не спустили в трубу и что есть все это. Вы просто супер, спасибо огромное. Удачи, удачи, удачи. И открывайтесь везде, чтобы... Спасибо, что вы о нас рассказываете, потому что мы же не говорим каждый раз, мы на самом деле, у нас такое большое производство, на самом деле у нас все процессы отлажены, мы просто продаем красивую и вкусную еду, да, и это будет круто. Все это увидят, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки нам, если вам понравилось, ну и, конечно, подписывайтесь на канал, потому что здесь вы увидите, вот как бизнес у нас на самом деле действует, очень круто. Спасибо большое, очень приятно познакомиться. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok